и снова здравствуйте всем привет и так посмотрел я мульфин 1 ковбой 2 ковбой очень старый еще мульфин моего детства и решил сделать именно этих персонажей ну они очень простые думаю как бы все это дело обыграть чтобы но более по серьезному было да и вот сделал двух персонажей значит это вот это будет персонаж который ловил именно у того бандита тут у него анимация с миксом а сейчас давайте все это дело рассмотрим ссылка будет в описании на скачивание возможно кто-то захочет сделать именно свой мульфин уже два персонажа есть лошадь есть можно одну лошадь другим цветом сделать и так эти персонажи будут на скачивание в описании под роликом вдруг кто-то захочет сделать мульфин лошадь уже есть с ригом с анимацией вот она скачать ее можно именно в группе в бк про мульфин робинзона круза ссылку оставлю в описании так что уже можно значит этого персонажа с ригом риг уже имеется вот уже базовый можно его посадить на эту лошадь и какие-то события значит сделать так давайте его рассмотрим короче так это значит может мод состоит этот персонаж как главный герой значит я ему сделал чтобы у него была шапка могла слетать потом также у него обувь в мультфильме слетает ну допустим бандит его бьет обувь в одну сторону шапка в другую ну и немножко создать движение именно вот этой как кожанки ну а в основном все тут уже персонаж цельный за исключением вот этих простеньких как магазин не магазинов а кобуры тут можно еще все это дело переделать вот так стволов валом для скачивания я этот ствол скачал зубы зубы присутствуют глаза есть риг можно переделать под анимацию именно мимики так что еще тут присутствует здесь присутствует у него маска на маску тоже можно поставить кости я уже показывал в прошлых роликах как это все дело можно сделать вставляете кости вяжите одну кость значит на на шее именно головной кости и все это дело будет тянуться управляться убираться так ну получается вот такой бандюган вот так он выглядит все тут больше в принципе ничего такого возможно еще переделать волос волос тут есть просто под шапку приходится его немножко прижимать чтобы он их шапки не вылазил но если допустим он будет уже участвовать мужчины без шапки то можно здесь тоже волос ставить значит кости заставить двигаться вот этот чуб волос я сделал вот когда кисточкой делаете вот такой хлам у меня получился надо переделать все пористое по перевязалась ничего это дело поправимая главное что персонаж уже есть китель шапка таких проблем с этим делом нету а волос уже это проблема у многих как его сделать потому что если делать качественный волос он занимает очень много так сказать вот этого весит очень много и с ним потом при анимации тоже наступают проблемы вот по по-простому как накидал дайна мыши на берега мы объединил косяки потом увидел уже так что все это дело можно подправить ну главное что это все вяжется принимает рик погнали второго персонажа смотреть так вот этого персонажа я делал первого так сказать соскучился наверно по лепке чуть чуть он мне больше нравится вышел неплохо но у него вот есть косяк смотрите у персонажа есть анимация и увидите что челюсть она больше чем косточка миксама и вот она остается неподвижно давайте за раз посмотрим как все это дело исправить что мы будем делать значит мы выбираем кости заходим в edit mode и это я уже показал на втором своем канале по мультфильму робинзон круза ссылку оставлю в описании кому интересно зайдите посмотрите так вытаскиваем косточку так я сейчас клинка скей включу вытаскиваем косточку нажимаем альпин и первым все отсоединяем так что-то у меня это дело начало подвисать под подгонять наверное нужно перед их сделать но так ставим косточку shift д дублируем чтобы эта часть у нас держала нижнюю вот эту подбородок не не за вяжем на эту косточку control пи keep up set дублируем еще одну косточку так shift д чуть-чуть тяжеловато надо облегчить наверно сетку где-то что-то тут тяжеловато по полигонажу значит мы делаем с и g уменьшаем вяжем ее тоже на косточку челюсти control пи keep up set теперь значит вот эту косточку вяжем голове control пи keep up set ну и сделаем одну cfd косточку значит вы выведем ее наверх чтобы у нас верхняя челюсть не тянулась за этой нижней косточкой так это мы оставим значит джи клавиша пусть будет это зубы к ней привяжем сразу значит клавиша джи выводим зубы вперед и вот эту тоже потому что это будут зубы так и теперь одну косточку shift d ставим вверх вот сюда для того чтобы когда челюсть будем вертеть чтобы нос и верхняя часть лица назначились веса и все это дело не деформировалось значит так вяжем так это значит джи вытягиваем до носа вяжем эту косточку голове control пи keep up set так и челюсть вяжем к этой косточке control пи keep up set так это дело значит есть ну и в принципе все как уже вставлять глаза роликов очень много у меня на канале посмотрите на втором канале я пробовал именно аддон который позволяет сделать вот эти вот заготовки для анимации закрытия глаз рта там всякие вот эти причиндала ссылку оставлю тоже в описании посмотрите ну а чё теперь теперь нужно опять по прошлым роликом зайти и все это дело перевязать на нашего персонажа control пи путь автоматик выглядит так да многовато 82 тысячи полигонов это вот так это где у нас сетка да вот персонаж я сделал поплотнее это не проблема можно децимейт мастер включить и понизить полигона так это очень много но пока где-то вот так сделаю чтобы поменьше тормозило потом можно будет все это дело переработать по-другому модификаторами или ремешер сделать если захочется кто-то может сделать ручную ретопологию которые в принципе терпеть очень не могу так теперь что нам нужно нам нужно G вытаскиваем одни зубы и вытаскиваем тройка на нампаде G вторые зубы что сделаем выбираем зубы и нажимаем alt-pin так это clear and keep transform удаляем все вот эти привязки к анимации так теперь выбираем значит верхние зубы решив косточку постмод выбираем косточку делаем ctrl-p и по прошлым роликом бом назначаем как кость и с этой же челюстью то же самое делаем постмод ctrl-p бом так заходим в object mode смотрим как все это дело теперь стало работать вы видите что зубы очень растягиваются вот такая штука она так не должна делаться это потому что так анимация значит вы видите что челюсть уже не ломается потому что она зафиксирована так давайте посмотрим нужно просто прописать теперь вот это вот как косточки зубов выбирать какую-то кость допустим вот и привязываться значит к ней так что тут еще ну давайте попробуем еще вот какую штуку значит вот здесь уже начинает кости рвать вот эти если мы сейчас при анимации зайдем и нажмем alt-p инверсия не надо нам инверсии так тогда пробуем то пробуем косточка на месте вы видите а анимация привязана именно анимация еще присутствует в этих мешах clear parent вот все теперь анимации точно нет и можно их по новой привязать возвращаемся значит значит на начало выбираем опять зубы опять выбираем косточки по смотр и пробуем control пи бон здесь тоже выбираем косточки челюсть по смотр control пи бон так теперь попробуем выбрать кости так заходим в пост мод выбираем вот эти кости или по одной давайте тройка на нампаде включим моб и заведем эти кости именно у нашего персонажа вот так так и смотрим анимацию вы видите что все зубы на месте все зашибись но теперь косяк в чем что нужно джи вот это вот так где она тут так посмотр а это не так косточка вот она ключица и нужно теперь немножко поработать с персонажем и переписать ему вот этот изгиб плеча вот эту часть и возможно даже раз плечо уходит то можно и увести кисть полностью вот теперь вы видите что челюсть не распадается давайте пропишем английская а и прописка проверим проверим как закрывается у него челюсть это значит вот ну все движется все нормально возможно даже еще одну косточку нужно будет поставить на горло чтобы она была привязана не к этим уже костям а только к голове ну чтоб неподвижно была и держала вот здесь вот весами эту шею ну вот теперь он может даже говорить видите еще надо косточки поставить на уши ну если делать полностью под анимацию лица то и на глаза и на губы на рот нужно дополнительные кости здесь ставить это ролики есть ссылку оставлю в описании ну так можно подправить где-то косяки потому что вы видите что шея длинная с закромами жирок тут у него такой и поэтому вот так себя все это дело ведет так теперь что еще давайте вернемся назад единица на нампаде я сейчас сразу все это дело сохраню возможно вам это дело пригодится так сейф и нужно что еще сделать на вот этого персонажа вот на эти магазины добавить именно тоже как кости потому что хорошо бы чтобы они двигались именно не прилипшие к ногам а как бы ну там отскок от ноги там как бы растяжение чтобы было здесь чуть-чуть будет посложнее в принципе все можно сделать так только на нампаде нужно какую-нибудь косточку вытянуть давайте е так же не так control z косточку мы вытянем значит е вверх alt p clear parent так теперь эту косточку g нужно увести вот сюда вот сюда зайти в object mode выбрать наши вот эти магазины то бишь подсумок выбираем какую-нибудь часть чтобы нам вот это дело не мешалось можем нажать английское h и скрыть на время этого персонажа вот так так control z и удаляется вот это козь значит что сделаем так так выберем rig нажмем control i через shift снимем выделение вот этих магазинов и нажмем h ну хотя бы так так теперь выбираем кости и заходим в edit mode так нам понадобится вот эта кость мы ее ставим на эту сторону вот сюда делаем ей s делаем ей g все она будет держать у нас именно вот эту часть мы ее потом привяжем к тазовой кости чтобы у нас магазины здесь вот не двигались ну а теперь шрифт d аккуратно выставляем именно по ремню потом делаем наверное здесь уже сделаем цельную косточку как бы вот так ну а теперь шрифт d кость сюда одну тоже смотрим чтобы попасть на ремни так и теперь шрифт d фиксируем кость вот сюда эту кость тоже вот эту кость можно привязать будет к тазовой получается к тазовой у нас можно привязать две вот эти кости мы их сейчас вот выбираем и вяжем ну давайте вот к этой косточке ctrl p и popset так теперь выбираем низкости и вот сюда значит ну так давайте еще это g шрифт d еще по одной косточке добавим в принципе они не обязательны так вот эти косточки две вот эту и вот эту вяжем к этой кости так нет давайте не будем пока вязать просто вот f английская закроем вот эти вот кости вниз f так так вот получилась такая штука нужно теперь скопировать вот эти кости вот эти на эту сторону или нажать так по моему арматура симметрия вот от отзеркалить косточки так все на месте теперь заходим в object mode нажимаем alt h возвращаем нашего персонажа маску можно также скрыть и что делаем теперь делаем выбираем нашего персонажа потом выбираем подсумки а потом только кости делаем ctrl-p with automatic widget вот так выбираем только кости и заходим в post mode вот эти кости надо подставить к нашему нашему персонажу так теперь если будет движуха эти кости должны будут шевелиться но так как у них не прописана анимация сейчас с ними ничего происходить не будет это надо будет уже прописывать им вот эту анимацию чтобы у них не было статики это просто висячие так еще что нужно сделать выбираем вот эту косточку и вот эту через shift делаем ctrl-shift-c и жмем stretch to потом следующую косточку ctrl-shift-c stretch to так если мы будем теперь оттягивать вот видите магазин у нас работает но нужно тогда настраивать и на эти кости это получается эту кость на эту ctrl-shift-c stretch to вот мягче стало двигаться но какими-то костями двигать в анимации не надо будет вот ctrl-shift-c stretch to или вот эту кость уже отдельно привязывать супремни растягиваясь оставлять а косточку вот эту отдельно привязать уже ну допустим к бедру и тогда можно ей тоже будет руководить так что у нас тут так теперь давайте проверим значит если мы берем эту косточку вот видите она чуть-чуть неправильно привязалась магазину нужно здесь веса подправить чтобы весь магазин вот кабура вся на него в принципе нормально вот когда вот так она будет двигаться так R ну так вот шевелится она и должна сильно уж там отпадать если что-то отпадать должно то выбираем вот эти все три косточки и тогда вот мы можем ее оттаскивать прописывать как будто она там раз оттянулась если при беге каком-то ну просто будут задействованы несколько костей ну словом вот такой вот вариант значит тоже для анимации так ну а пока не прописана анимация вот допустим он начинает стрелять и пропишем значит здесь вот так вот а и прописка и на первом кадре вот этим костям вернем alt g alt f так это не катит да ладно не суть вопроса выберем опять же эти три косточки и надо начинать сразу именно с первого кадра просто можно прописать одни кости эти все и передвинуть g вот так вот маловато тут значит всего этого делаем действуя на поближе подвинуть так теперь что вот когда он отставляет ногу вот уже идет движение вот этой кобуры значит ее можно еще сюда как-то подписать еще где-то вперед передвинуть сюда но это уже нужно в соответствии с анимацией как она должна двигаться будет вот тут еще создать движение будет все нормально вот вы видите уже анимация прописалась так вот здесь первый кадр она должна лежать вот эти три косточки должны лежать значит так раз так выключим вот эту штуку r g вот так но если здесь будет пистолет то тогда можно в эту сторону наклонить кобуру как будто пистолет под руку будет и прописать допустим и прописка вот уже кобура двигается также можно бляху зафиксировать на косточку она у меня не привязана просто пардонте ну и тоже самое с этой кобурой делать эту движуху также косточку для шляпы можно вставить давайте посмотрим как это делается вернем первоначальную позу поднимем так значит переведу на геометрию чтоб удобнее было подниму обязательно выше шляпу чтобы она не была на голове так выберу косточки и заходим в edit мод так e alt p clear param отсоединяем g подводим в шляпе эту косточку вяжем голове ctrl p типа set так object mode вот вы видите что шляпа привязана сейчас к голове косточке и у нее уже значит прописана анимация нам нужно опять же шляпу выбрать alt п удалить всю анимацию шляпу выбрать шляпу выбрать кость посмотр и привязать alt p так ctrl p бомб так ну и теперь эту косточку можно посадить назад теперь будет у нас возможность прописывать и анимацию шляпы так заходим посмотрим значит на первом кадре пишем этой косточки и прописку так здесь тоже ей пишем обычную прописку ну а здесь можно когда он рукой будет двигать типа как бы она назад отлетела так это уже будет вот на этом кадре вот так мы пропишем вот эту ключицу и получается вот теперь вы видите где у нас прописано так где мы тут у нас вот на вот этом одном кадре 46 вы видите что уже челюсть не зацепляется за плечо можно переписать руку еще добавить допустим изменения где-то поворота тела допустим поменьше его в бок и будет шикарная анимация так этот файл я сохранять не буду вот этой штукой я уже сохранил по моему ну если что вы уже сможете все это дело переработать и добавить анимация в принципе ее можно удалить оставить только вот исходный вот этот файл и переписать анимацию полностью под себя ctrl z так это что у нас вот анимация когда удалилась шапка возвращается на свое место зубы возвращаются на свое место и вот эти все тукенции именно на базе на базовое остается так а не на базовое а по-моему у меня это надо делать в постмод вот а то я что-то кости поудалял вот теперь все остается базовая настройка один кадр можно даже выкинуть этот переходный так не этот ctrl z за синий вот так вот и вот с этим уже персонажем можно будет работать я его вам наверное в ссылки и кину все тут ремень еще донастроить и попробуйте как это все дело делается вот так вот надо добавить косточки еще соединить можно не добавлять кости а просто растяжку делать вот этими костями отдельно допустим эту не трогаем эта кость у нас фиксируют на месте лямки а этими костями двумя можно просто руководить там что-то оттягивать допустим подсумок нормальный может руководиться и такой вариант хороший и такой так ну вот что хотелось бы вам показать значит вот такие парни для мультфильма или для какого-то ролика если вы вдруг надумаете что-то делать вам нужен будет персонаж вот здесь он уже есть все всем пока до свидания